Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 42 главу. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите. И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брат Иосифов, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли». И мы видим здесь, как осуществляется старинный сон Иосифа, что все братья при ним поклонятся, вот они пришли и поклонились. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, говорил с ними сурово и сказал им, откуда вы пришли». Иосиф в это время выглядит, как египтянин. Египтяне, они заметно отличались от израильтян, потому что они носили совершенно другую одежду, и они брились. Если мы посмотрим на египетские изображения, там все мужчины гладко выбриты, а вот что касается израильтян, они носили бороды. И поскольку к тому же прошло довольно много времени, и Иосиф уже не мальчик, которого продали в рабство, он уже достаточно зрелый муж, его внешний вид изменился, и они его не узнали. «И он говорил с ними сурово и сказал, откуда вы пришли? Они сказали из земли ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей». То есть слабые места, то есть вы шпионы, вы вражеские разведчики, которые пришли, чтобы высмотреть слабые места. «Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатыми». Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. «Они сказали, нас, рабов, то их двенадцать братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской. Вот меньше теперь с отцом нашим одного не стало». И сказал Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатые, вот как вы будете испытаны. Клину жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньше брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас. И если нет, то клину жизнью фараона, то вы соглядатые. И отдал их под стражу на три дня. И сказал Иосиф в третий день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены. А вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдали слова ваши, чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, и не послушали его. За это и постигло нас горе сие. И мы видим, как эти события побуждают братьев осознать их грехи. Кажется, что Иосиф поступает с ними сурово, но он делает это для того, чтобы они осознали свои грехи. Мы, наверное, ожидаем, что он бы сразу им сказал, что вот, ну, наконец-то мы встретились, все очень хорошо. Но мы видим, что здесь Иосиф проводит их через некоторые испытания. Для чего? Для того, чтобы они сами изменились. Для того, чтобы они осознали свой грех. Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, и вот кровь его взыскивается. А то вы не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них Иосиф и заплакал. И возвратился к ним и говорил с ними. И, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его, и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям, серебро мое возвращено. Вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря. Начальствующий над той землей говорил с нами сурово и принял нас за саглядатая в земли той. И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали саглядатаями. У нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землей, вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите. И приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не саглядатые, но люди честные. И отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они отец их и испугались. И сказал Моаков, отец их, вы лишили меня детей. Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня, и сказал Равима отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его мне на руки мои, я возвращу его тебе. Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье в пути, в который вы пойдете, то сведете седину мою с печалью во гроб. И мы видим, как первоначально Иаков отказывается отпустить младшего брата Вениамина, потому что он боится его потерять. Он потерял Иосиф, он уверен, что Иосиф умер, и поэтому для него это является таким неизбывным горем. Он говорит, я теперь не хочу потерять еще и Вениамина. Но мы с вами прочитали 42-ю главу книги Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала Exeget.ru.